Периодически высказывает ошибка, когда что-то, пытаясь это печатать, печатать. В общем, если отмена нажать или «Окей», она просто закрывается, она куда-то подбивается. В общем, чтобы немножко отошли на тему. Так, ну, в общем, ассоциировать можно вот эти три библиотеки, аналогию провести. Вот это QDF, это у нас как Pandas, все методы доступны в этой библиотеке. Купай — это аналогия с как-то NumPy. Все методы используются, ну, есть там, которые используются и считаются на QML. На QML можно перевести как Escaler, либо H2O, ну и тому подобные библиотеки. QGraph — это обработка графов на GPU. Вот, так, и вот начнем, как вот, расскажу пару слов, как эту библиотеку настраивать. Хотелось бы сказать огромное спасибо Андрею Анухину, без него бы я не справился. Он вот эти все настройки с окружением делал он, поэтому ему за это огромное спасибо. Вот, что необходимо сделать, чтобы поставить необходимое окружение для этой библиотеки? Нам нужно, в общем, нажать здесь плюсик, перейти в терминал. Так, и, в общем, через терминал поочередно вбить вот эти все команды, которые есть. Разбиваем эту, эту, дальше, дальше, дальше. Делаем все по инструкции. В общем, окружение у нас готово. И единственный момент, так забыл написать. Нужно будет это окружение новое, которое сформировалось, выбрать вот в этом месте. Нажимаем вверху правом, выходит окошко. И здесь вот стартовое ядро. У нас по умолчанию стоит Python 3. Нам нужно будет его изменить на Python 3.7 Rapids. Вот это. Так, ну у нас уже все изменено. Так, и уже непосредственно сейчас начнем. Я хотел спросить, Дима, кто создатель этой библиотеки? Это от NVIDIA или это отдельно? Это, по-моему, от NVIDIA. Они вот занимаются все вот эти библиотеки дополнительные, которые это все они делают. И Rapids – это как бы объединенное название всех вот этих библиотек. В общем, такая, ну как сказать, концепция то, что Rapids – это все вычисления на GPU. А уже непосредственно они там делятся. те, которые занимаются, ну, допустим, больше подходят для аналитики данных. Ну, вот GDF – это как Pandas. Ну, ну, понятно, там и линейная алгебра для разработки, для всего. Ну, и получается Machine Learning. Все вот эти модели, которые есть. Я вычислил. Вот. С помощью такой команды можем посмотреть, какие нам доступны, вообще доступны ли какие-то видеокарты. Видео СМИ нажимаем, смотрим то, что у нас доступны две видеокарты. GeForce. GeForce, значит, GST 1080i. В общем, две видеокарты у нас подключены. Так. И можем проверить, после того, как мы настроили все окружение, можем посмотреть, установились ли нам вот эти все библиотеки, потому что их, на самом деле, очень много. И посмотреть это можно, используя вот такую команду. И видим то, что… Так, у нас есть вот QDF настроено, QML, QPy, QGraph. И вот еще вот это вот тоже все в библиотеке Rapids. Здесь мы просто отобрали, чтобы он из всего списка установленных библиотек отобрал те, где встречается, значит, вот такой префикс. Вот. В общем, данные установились в библиотеке, все у нас хорошо. Теперь, чтобы продемонстрировать работу, вот посравнивать работу, как будет вычисляться на CPU и GPU. Скачаем датасет из Kaggle и воспользуемся его API. Вот. Дима… Sorry, сейчас еще один момент. Чуть-чуть попробовать может. Да, да, да. Но получилось, что там их записи потом плоховато видно. Сразу. Ага. Надо же, так немного лучше. Все, так оставляем. Значит, воспользуемся API Kaggle, Чтобы скачать датасет и сравнить вычисления на CPU и GPU, какая скорость загрузки, самих вычислений, для этого нам необходимо запустить такой код. Значит, установим непосредственно сам кегл, сделаем директорию, создадим эту директорию и в эту директорию нам нужно будет потом скачать файл, токен, чтобы привязаться к нашему аккаунту на кегл. Как это делается? Делается все это очень просто, ничего сложного нет. Для этого переходим, значит, на кегл, авторизуемся под своим профилем и заходим в свой аккаунт. Опускаемся вниз, здесь у нас вот есть API, нажимаем создать новый API токен и у нас пойдет на скачку непосредственно сам токен. Такого вот. Потом его берем, просто перетаскиваем эту область, где хранятся все у нас файлы необходимые. И когда получается так, вот в этом коде мы уже непосредственно копируем этот токен в нужную директорию, которую мы создали. В общем, запускаем все вот эти токен. И после чего у нас уже API установлено и готово к работе. Единственное, что нам осталось узнать и выяснить, это код, который нужен для скачивания самого датасета. Мы можем воспользоваться любым датасетом, который представлен на площадке Гайгл. Абсолютно любым. Ну, естественно, да, в открытом доступе, который должен быть. Вот. Чтобы скачать уже датасет, который нам необходим, переходим на Гайгл, ищем датасет, который нас интересует. Ну, я ради примера взял, вот там соревнования было, такое. Там датасет 5 гигабайт, там личные данные. Воспользуемся им. Переходим, в общем, там, где хранится этот датасет. Переходим во вкладку Data. И внизу есть такой вот код, который нам нужно скопировать для того, чтобы скачать этот датасет к нам. Ну, копируем непосредственно. Здесь я вставил, как раз, чтобы скачать все это, где хранится. Вот. Так, еще один момент, кстати, это как раз сейчас последнее делал. Возможно, там, где я вижу, что я нахожусь во вкладке соревнования, возможно, в соревнованиях во вкладке Data он будет, этот код, находиться здесь. Но, когда мы переходим в данные, сейчас я просто проверю, чтобы точно так было. Так, публичный датасет. Я его сейчас открою. Так, да, я красота менял. Потом я допишу еще. В общем, если мы переходим, получается, во вкладке Data Set, и там ищем, какой нас интересует, какие данные нас интересуют, немножко будет различаться, где эти данные находятся. Если мы в соревновании, этот вот код находится прямо здесь, перед глазами, его хорошо видно, то в Data Set он находится здесь. Нажимаем на троеточие, и здесь нажимаем Copy IP. Как раз у нас скопируется вот этот код, который непосредственно дальше мы вставляем на наш ноутбук. Нажимаем скачивать. И вот тут происходит скачивание, происходит это моментально. И дальше просто мы... А, 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 а а, а... и дальше нам необходимо его разархивировать. Для этого воспользуемся статарной библиотекой Python файл, импортируем ее, создадим объект и укажем, где находится наш файл zip, и дальше непосредственно распакуем сам архив. Когда распаковка произойдет, все файлы, которые были в архиве, они будут здесь отображены. Я просто уже этот бутбук запустил, потому что у меня нет вычисления. Пока тестировал, проходили долго, чтобы не мучиться, сразу все сделал. Вот, разархивировались, в общем, наши все файлы. Посмотрим, сколько весит файл, наш датасет, который мы будем использовать для тестирования. Весит он 5,5 гигабайт, табличные данные. Еще обратим внимание на то, что так как мы установили окружение, второе, которое нестандартное, нам немножко нужно по-другому устанавливать библиотеки дополнительные. Вот в данном случае нам нужно будет библиотека seborn для визуализации. И здесь мы, как код обычно делает, бип-инсталл и пишем seborn. Мы пишем здесь вот такой код. здесь впоследствии библиотеку который нам нужно установить устанавливаем библиотеку импортируем все библиотеки которые нужны нам на данном этапе для теста для демонстрации напомню и здесь еще есть такой дополнительный код он нужен для управления памяти на gpu вот когда устанавливалось окружение андрея всем этим занимался смотрел сделать и вот статью подробнее можно об этом почитать что он делает здесь нам оно для простых обывателей столь важно нам главное этот код спустить чтобы дальше можно было пользоваться всем так перейдем уже непосредственно к сравнению методов загрузки попробуем загрузить стандартный через пантас и загрузить данные используя значит что происходило здесь запускал полностью датасет через пандас стандартный в общем грузилась все это дело более 15 минут где-то и данный датасет который сам по себе весит 5 5 мегабайт гигабайт весит уже загруженный снимает место в памяти 8 гигабайт так сейчас это функция которую написал для того чтобы смотреть сколько занимает памяти так рам памяти сколько снимает а тут просто вызываем в пандасе метод используемой используемая память дальше этот сам он нам покажет насколько памяти занята ну и тут просто идет перевод округление чтобы видеть в гигабайтах сколько нас занимает память вот в общем загружается очень долго занимает почему-то больше памяти чем сами данные это на оперативной памяти так если мы загружаем через и теперь посмотрим сколько это займет времени если мы будем использовать библиотеку кудряв вычисление будет происходить и это происходит все моментально за 24 секунды это происходит и так загрузка в гпу занимает 24 секунды а в CPU в рамы обычной 2 минуты 43 секунды так? я вот как раз это и говорил у меня здесь вот неправильно написано здесь проблема у меня была в которой выскакивает я начинаю писать что-то новое изменять оно просто криво встает старое которое было сохранено изменяется информация неверно сейчас я уже тоже смотрю я переписал вот видите когда Z, 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 Z хотя у меня здесь стояло Z до этого это из-за нового окружения такая ошибка я не знаю, ну как гипотеза потому что до этого делал уже было все нормально а сейчас вот окружение новое поставили еще может быть то что сначала я редактировал этот ноутбук на Linux а потом его показывали на Windows там может быть разная кодировка вот этого вот файла с ноутбуком приводить к ошибкам ну по крайней мере на столе я про такое слышал да, в общем что-то какая-то проблема с кодировкой из-за чего она возникает возможно да и то что она на разных устройствах в общем по умолчанию вот этому что есть не верите потому что это правило все изменилось по 10 раз внизу будет табличка я специально сформировала она должна отображаться хорошо и там будет видно как раз глазки можно сравнить на сколько времени все время с вами занимает в общем так это все дело все равно как бы ну на UDF на GPU занимает быстро это время но есть это вопрос такой собственно оно я вот сейчас смотрю GPU memory usage в принципе Rapids занимает сейчас суммарно где-то полтора гигабайта памяти на одной видеокарте вот то есть суд по всему а весь файл в памяти занимает 7 гигабайт то есть получается он только часть содержит в видеопамяти и часть в RAM но все равно работает быстрее правильно? получается то что а это вот ты получается смотришь где-то у себя в статистике по всему да я МВД СМИ запустил ну в принципе это и то что пустить МВД СМИ посмотреть просто возможно если ты смотришь статистику где вот все показано там может быть загружен может быть загружен бандерстрейн может как разобраться информацией на экране запустил и сейчас МВД СМИ посмотреть первая nvidia-smi так да этот список процессов почему-то не доступен но глобально то есть вот вот я еще вот хотел спросить тоже смотрел я на коллапе смотрел запускал вот у меня вот он процесс показывал по моему и происходит а вот здесь вот нет странно почему-то здесь этого нет хотя я это тоже могу смотреть а ну да видимо что это с правами вот вот можно попробовать что-нибудь сейчас на gpu запустить там вообще этот kernel активен действительно есть еще особенность такая что процессы которые сейчас запущены они потребляют суммарно где-то 2 гигабайта а в видеопамяти съездено где-то 5 гигабайт что в принципе ну странно видимо там какие-то мертвые кусочки тоже заняли эту память вот я тоже все время задумывался вот не знал почему это происходит допустим в прошлом году как-то было соревнование я там хотел поучаствовать ну загружал датасет который на соревнования загружал его на кайгл и загружал его на коллабе и на кайгл он у меня допустим загружался файл 5 гигабайт весит а загружает он там допустим 10 занимает оперативной памяти а на коллабе допустим я загружал файл весит 5 а занимает памяти к примеру 8 и вот почему-то вот такая разница бывает разница серьезная потому что оперативная память ограничена там такой был большой татасет множество было необходимо операции сделать и серьезная проблема была с ограничением памяти эффективным использованием ресурсов здесь тоже такая же наблюдается что загружена скорее всего там в статистике если посмотреть в общем сервисе намного больше чем сам файл ну не знаем почему так происходит скоро на выбор операции вот так так о чем мы остановились что мы просто загрузили через UDR посчитали на GPU это все быстро грузится у нас и я здесь еще решил продемонстрировать разницу как можно вообще на пантосе даже побыстрее с этим справиться если посмотрим здесь полностью датасет он у нас грузится там даже более 15 минут очень долго и по умолчанию когда в пантос залетают данные у них допустим стоит если целочисленные есть значения они сразу переходят в тип данных там IN64 PLOT 64 такой же тип данных в пантосе есть как эти реальные и все они очень много считает памяти очень много и чтобы продемонстрировать как по-другому можно загрузить можно просто указать тип данных как-то узнать описание в пантосе например какие там находятся целочисленные значения контент IP мы знаем допустим какой-то превышает какой-то объем эти данные ну допустим там группы не больше миллиона да и мы можем использовать допустим 16 8 и и здесь я пробовал получается я когда оптимизировал там задачу я брал вообще не и ты а так да уин я брал то есть они диапазон целочисленные там у меня были данные которых отрицательного значения не было и и там вообще очень это я поставил вот и вот если мы сразу пропишем данные тип данных более получается не столько потребляет который память у нас и загрузка произойдет быстрее и потребляемая память будет намного сокращена если мы посмотрим что здесь целый датасет получился более 15 минут и в итоге занимал память 8 гигабайт при весе самого файла 5 гигабайт то когда мы проведем такую операцию ну это еще не самый оптимальный вариант оптимальный если ее поставим целочисленные здесь по-любому есть какие-то данные только целые числа положительные вот и даже вот при таком раскладе мы загрузим загрузка уже происходит у нас конкретно за 4-5 минут и занимает память все это дело на 3-6 гигабайтов то есть вот экономия просто так мы загрузим данные пошли в два раза это что касается ну если кто-то когда-то будет работать с панкесом нужно будет там GPU и нужно как-то большой датасет как-то делать вот очень хороший совет ну да у нас есть одна задачка в которой 100 гигабайт датасет вот как раз очень актуально приведение типов в принципе уже делали это просто сейчас еще раз освежаем единственное то что там если целочисленное значение если есть пропуски то они слетают и становится все снова флотами там конечно в пандасе был еще тип данных где там первая буква и или юи если это юинт с большой буквы там они как бы интежер но то есть принимают значения пропущенные единственная проблема то что большинство алгоритмов этот тип данных не совсем понимают и как бы это конечно экономит немножко память тоже но в конечном итоге все равно неудобно этим пользоваться это это так ради интереса 100 гигабайт это ну табличных данных тишин столько набрать так очень много это табличные данные да это табличные данные но есть большие компании которых очень много клиентов там условно вся россия поэтому там стараться ну да да так ну в общем получается да данные значит это будет очень вам актуально потому что разница в учреждениях серьезная ну и такую же самую операцию произведем там на УДФ библиотеке считалось и ну они и так быстро залетали 40 секунд было да стало 13 секунд ну это мы понимаем потому что данные там допустим миллион строк а если там 100 гигабайт это уже может быть там больше 10 миллионов строк и уже разница в четыре раза будет очень очень существенная но поднастроить то вам необходимо там алгоритм ну это вопрос конечно что все эти 100 гигабайт видеопамяти столько нужно во первых ну да 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 тут вопрос на несколько видеокарт можно ли раскидывать а да а я как раз этот момент начал вчера разбирать я просто этот ноутбук как изначально готовил уже на коллабе когда на мсет еще ну там вы видеокарту не ставили я там в большом части была на коллабе я там продолжал делать и до какого-то момента дошел как раз до того где распределять распределение вычислений и потом уже это я хотел здесь покружение настроить у меня это не получилось я обратился к Андрею он все сделал и у меня немножко времени не хватило ну да и данная тема я бы ее более так детально и даже отдельно ноутбук сделал чтобы понимать как все происходит ну в общем можно распределение сделать быстро посмотрим что это отдельно вот обратим внимание что у нас при gpu быстрее все загружается также меньше памяти потребляет по какой-то причине то есть тот же самый датасет который весит 5 гигабайт он нас тут а по какой причине понятно можно организировать в общем у нас весил 5,5 гигабайт стал весить 2,8 гигабайт это вот 102 понимаем на юбер карточку так посмотрим какой тип данных интересно что мы тут делим видимо что у нас данные GF блок для наглядности вот я брал данные вот сравнил через пандас когда мы грузим гигабайт получается через пандас у нас почти 5 минут занимает время загрузки датасет на 12 секунд и потребляем память и еще посмотрел данные когда мы выграем датасет взял данные эксперименты мы можем посмотреть какие есть методы и обратим внимание если там все методы лежат которые об этом сообщают разработчики на самом официальном сайте то что большинство методов поддерживают и просто отобразим визуально как загрузились данные то это это какое-то 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 сумм и отобразится информация, сколько пропущенных значений в каждом столбце. И вот пока готовил этот ноутбук, такая тоже важная тема, потому что не только мы говорим о скорости вычислений, мы говорим в общем о том, как эффективно работать с большими датасетами, с большими данными, потому что все это более актуально становится. И вот мне попался очень хороший ноутбук, туториал. Всем совет очень, заглянуть в него и почитать. В общем, кратце скажу, там представлены форматы, как можно хранить, и еще там дополнительно представлены всякие способы загрузки данных, потому что здесь мы рассмотрим просто в основном Рэпидс и сравним с Пандусом, но есть и другие решения не через GPU, а через CPU, которые загружают, но они эффективные, загружают намного быстрее, намного эффективнее использовать память. То есть все это вот находится в этом мобоке. Прям очень советую почитать. Вот здесь я просто продемонстрировал то, как можно хранить данные, насколько быстрее они загружаются через стандартные в Пандус, и насколько эффективнее используется память, ну, сами данные как хранятся. То есть есть ключевые форматы хранения, вот они 5 представлены. Я взял вот данный формат и сейчас его продемонстрировать просто возьмем наш татасет, который есть, загруженный на GPU, и переведем вот в этот формат. Просто указываем название файла и название, и вот эту точку формата. Обзываем этот метод, который работает с этим типом. В общем, сохраняем его. Он здесь у нас появится. Вот он есть. И можем посмотреть, сколько весит данный файл. И видим, что весит он 1,5 гигабайта всего. Хотя на GPU он у нас висит, занимает, по-моему, там 2,4 гигабайта. Так, да, вот у нас на GPU лежит почти 3 гигабайта данных. Если мы в данном формате сохраним, сам файл будет весить 1,5 гигабайта, то есть он в 2 раза экономит. Теперь попробуем загрузить этот файл. И видим, что загружается через стандартный Bandos. Все это дело очень-очень быстро. Единственное, мы read.csv обычно используем. Здесь метод, который работает с этим форматом. Снимать все это дело 5 секунд. Загрузить. Тип данных посмотрим после загрузки. Точно такой же, как у нас стандартно при загрузке данных в Bandos. И посмотрим, сколько памяти он использует. Но в данном случае он использует уже не 2,8, когда держит на GPU, а использует опять больше получается. 3,5 гигабайта. Поэтому эта история про то, как хранить данные, как загружать их быстро. Есть классные методы. Еще раз советую. Если нам, допустим, нужно визуализировать данные, все стандартные, получается, наши библиотеки для визуализации используют Anumpay, DataFrame, тип данных. А когда у нас данные лежат, загружаем через QDF. А значит, возьмем, посмотрим, какой тип данных. Здесь мы используем столбец TimeStep. И возьмем оттуда значение. И посмотрим, вообще, какой тип данных. Если мы его подадим в нашу функцию для визуализации, то она с ней работать не будет. Нам прежде необходимо данные перевести в Anumpay стандартный. Для этого в Anumpay есть библиотека, которая, как я говорил, запомните, это аналог Anumpay, грубо говоря, чтобы память сложилась. Просто вызываем метод, как Anumpay, прочим его перевести в данный формат. Ну и все, и отправляем туда наш массив, который мы отобрали. То есть мы отобрали здесь столбец 1. Построим татарп на графике. То есть, мы здесь, мы здесь, наш массиверс применим переменную. И его подал стандартную функцию. Вот построим инстаграм с определением. Значит, отберем двоеточечки, двоеточечки 250. Мы укажем, что берем каждое 250 значение из нашего датасета, просто чтобы все быстрее дело посчиталось. Еще один момент не успел коснуться. В Rapids есть библиотека, которая работает с визуализацией. Надо ее тоже будет разобрать подробно. и сталкиваться с визуализацией. Все это подготовлено. Здесь какая есть проблема у нас. У нас есть здесь проблема, то, что у нас когда столько гибрабайт данных, все это огромный объем памяти занимает, и все это долго вычитается. Потому что мы учитаем все эти графики с граммами, и поэтому библиотека для визуализации я не так давно увидел, когда готовил статью. У них есть визуализацию строить на ЧПУ. То есть нужно будет ее тоже посмотреть. Свой. Вот. Ну, пока что вот как демонстрация, как один из вариантов, как можно построить график, когда у нас данные нужно перевести с формата, который используется для работы на ЧПУ, переводим в МОПА и используем МОПАЙский массив и работаем в статарте. Вот. Теперь что мы попробуем сделать? Попробуем. Нам же интересно, насколько быстро используются все операции. И когда мы анализируем данные, мы используем бандос, у нас мы используем много методов там агрегации, в общем, переворачиваем данные с ног на голову. Все это вычисление, все это время. Нам интересно просто сравнить. А как же вот, если мы будем делать какие-то преобразования данных в бандосе и в QTF, насколько это эффективнее, быстрее происходит? Ну вот, я демонстрирую, я взял такую операцию, свертка, кролин, стандартная бандоска. Что она делает? Мы указываем окошко, там, допустим, на данном примере проиллюстрировано окошко размером 3. Что она делает? Мы указываем окошко и указываем операцию, какую нам нужно произвести. Например, мы укажем окошко размером 3 и укажем операцию произвести суммирование. Что она будет делать? Она будет по всему датасету, ну, либо, как настроим, либо по определенному столбцу. Я выбрал по всему датасету. То есть, что у нас будет происходить сейчас? Будет окошко вот такое широкое, ну, допустим, 3, и поставим операцию сумму. И она будет вот это окошко двигать шагом 1, брать по 3 значения и суммировать. И суммировать не только вот как здесь показано, допустим, в одном столбце, она будет суммировать по каждому столбцу, который есть, производить эту операцию. Ну, просто она такая вычислительная, более сложная, поэтому на ней решила продемонстрировать. Значит, попробуем вначале это сделать на пандасе. И у нас очень-очень много данных. На пандасе это делать, ну, изначально у меня просто в коллабе не получилось, но все в раме, я залазила, а здесь это все делая дуба и залезет, потому что в память это вставляется очень намного больше, чем в коллабе. Огромное преимущество, огромный плюс. И, в общем, что я здесь делаю? Я беру просто 1,4 всего датасета и, как я говорю, мы сделаем эту операцию в скотке. И окно 2, 3, у нас 2, и просто указываю операцию, какую необходимо совершить суммирование. Вот, и 1,4 часть датасета пандас у нас обработал за 30 секунд, сделал эту операцию. Теперь посмотрим, что происходит на GPU. На GPU та же самая операция, не на 1,4 части датасета, а на всем датасете, занимает 5 секунд. То есть, разница очевидна, 1,4 часть за 30 секунд, либо весь датасет за 5 секунд. Все операции происходят очень быстро. Поэтому нужно это делать в пользу. Теперь интересно, как использовать какие-то ML-модели. и рассмотрим пример на использовании линейной регрессии. И, как я говорил, ассоциация QDF — это Pandas, QPy — это NumPy, а QML — это наш Escaler, H2O, и все остальные библиотеки, которые имеют в себе Machine Learning модели. Мы будем использовать QML. Что мы здесь делаем? Она очень даже сама по себе похожа на Escaler. Escaler есть такой метод, как сделать какой-то датасет на задачу в регрессе, на задачу классификации. И вот здесь прям все аналогично. Аналогично даже, грубо говоря, и все модели. Что мы сейчас делаем? Просто попробуем запустить эту модель, отдать ей данные наши, и посмотреть, за сколько это дело все посчитается. Значит, импортируем функцию, которая сделает нам датасет. Импортируем линейную регрессию. Ну и просто используем NB2. Так, и Escaler импортируем. Так, определим параметры, сделаем, в общем, сколько примеров у нас будет, в 19 степени примеров строк, столько будет, и столбцов, количество будет 399 столбцов. Это будут данные для предсказания значений нашего модели. Значит, здесь создадим наш датасет. Укажем, сколько нам нужно строк, сколько нам нужно строк, и train test split используем. Так, train test split, так же, как и Escaler, только из QN. Вот, все точно так же, абсолютно. Делит он нам данные, как необходимо. И вот, обратите внимание, что когда мы делаем датасет, у нас класс имеет такой тип данных. И чтобы использовать все вычисления, которые необходимо, нам нужно использовать тип данных, которые использует библиотека UDM, у которых аналоги ваннасти. Так, ну и здесь просто посмотрим, что действительно у нас произошла, разделение просто протестирует, работает. Видим, что здесь столько-то было, значение строк. Ушла восьмая часть. Все. Просто глазки посмотрели, проверили, все отработало нормально. И непосредственно уже запускаем нашу модель. Все аналогично. Эксталер. Специализируем модель, вызываем этот кит, даем данные, нажимаем «тренировать». Все это происходит. У меня как бы их страна, за 326. Секом. С это обработано все. Какого здесь размера датасет подавался на вход сейчас? Тысяча записей, да, примерно? А, 500 тысяч записей. Я просто хотел больше намного сделать. У меня была проблема с... в коллабе была проблема, когда кто-то идет китать на CPU. Я просто сейчас ниже буду, у меня сравнение, как это работает на CPU, по поводу времени, сколько на CPU. Чтобы как бы равные условия поставить, здесь вот такое количество. В ради интереса можно, допустим, сейчас сделать намного больше данных. Да, я смотрю. Первый момент, который интересен, считает... Ну, судя по тому, что он использует GPU, он умеет считать параллельно. То есть, и это очень круто, потому что в эскалерне линейной модели, ну, последний раз, когда я читал, там все было достаточно медленно, и, может быть, я там не до конца в настройках покопался, но ядро было занято одно. Вот, и тут вопрос просто, как здесь сделано. Ну, если в любом случае он использует видеокарту, то там параллельное вычисление, потому что вряд ли он одно ядро видеокарты использует. Да-да-да, происходит это параллельное вычисление, и, как я это понимаю, так, ну, во-первых, в эскалерне там есть, по-моему, параметры, n-workers указывают, сколько ядер используют на CPU. А здесь, как это дело все происходит, значит, когда мы переводим QDF, формат данные наши, он уже там как-то разбивается, как отдавать данные на все вот эти параллельные ядра, которые есть. Это уже такой более теоретический вопрос. Можно почитать статьи где-то, они так на глаза попадались. В общем, когда мы загружаем тип данных, получаем вот QDF, там уже все данные, они как бы по блокам разбиты. То есть, какую часть, группу рекорзину мы разбили на 10 частей, да, там 10 яблок у нас лежит, это все один массив. И дальше просто вот эти 10 яблок параллельно отдаем на GPU, на все ядра, которые у нас есть. То есть, да, это все используется, параллельное вычисление, и поэтому все так быстро. И кроме там параллельного вычисления на одной, получается GPU, можно использовать кластер. Их много. Сразу несколько задействованы. Вот. Да-да, там в воскресенье тоже есть и Джобс, и он работает так же для... Так, для ленинных моделей, да, тоже доступен. Видимо, я просто его тогда не указал. Окей, да, все понятно. Ну, я просто... У меня как-то в память отложилась, вот этот N-Worker, он просто часто встречается, это как стандарт, или что, если какая-то модель есть, какая-то библиотека, я думаю, то что в 95% случаев там вот этот параметр есть. И указать, сколько процессов происходит. Вот. Мы посмотрели, что это все быстро происходит, но нам же интересно сравнить. Сравнить со стандартом, с CPU и GPU. И для этого нам нужно чуть-чуть по-другому создать данные, чтобы модели были в разных условиях, использовали они те же одну и ту же информацию. Так. Нам до этого понадобятся те же самые методы, только мы сейчас изначально используем библиотеку Escaler и создадим NumPy. Значит, вот мы сделаем то же самое, только единственное, у нас данные будут NumPy-массивы, переведем их в DataFrame, обернем, значит, их разделим, и вот такой момент DataFrame я перевожу до чего? Для того, чтобы потом в дальнейшем данные подготовить отдельно для GPU. и чтобы данные для GPU подготовить, он это очень хорошо делает из Pandas. Из NumPy, по-моему, там не было такого, я когда смотрел, вроде не нашел. Вот. Вызываем, значит, нашу библиотеку NGF, DataFrame и метод из Pandas. И вот это наши данные, которые уже Pandas имеет. Мы сюда отдали Pandas, вернули Pandas. Отправляем эти данные и получаем уже данные, вот как там есть Core, так вот, QDF, Core, DataFrame, DataFrame, такого типа данных. Вот. Если мы вот такого типа данных отправим нашим моделям, которые импортируем из QML, уже все вычисления точно будут производиться на GPU. Так. Вот я здесь как раз написал посмотреть какую формат у нас в итоге получается вот такой получается формат. Ну и протестируем непосредственно у нас одни и те же данные абсолютно одни в Pandas и другие DataFrame которые используются для QDF. Отдадим их и посмотрим что происходит. Первое. Тренировка. Сколько тренировок занимает времени? 31 секунду. На Scalier CPU. Второе. на GPU Rapids модель которую мы загрузили через QML занимает 200 секунд. То есть разница голосами. Ну и тут еще момент что оценку как уже на предикте как работает тоже разница большая. В общем так вот. И здесь еще несколько ссылочек. Значит пример работы библиотеки Rapids это из кагла ноутбук там девушка в одном соревновании участвовала вот эту библиотеку использовала использовала к ней также Light Boost Light Boost и тут здесь одна ссылка но здесь можно посмотреть всю информацию можно посмотреть примеры ноутбуков библиотеки ML то есть аналог из калерна если граф у каких-то вычислений происходит какой-то анализ у граф есть библиотека если мы перейдем сюда например посмотрим здесь какие доступные ноутбуки этот показ какие алгоритмы доступны просто показана демонстрация можем перейти в библиотеку посмотреть какие есть почитать какие есть методы и даже с этого перейти посредством на сайте документация раббитс но здесь выбирайте библиотеки, вот видите, сколько много есть. И то есть посмотреть необходимую информацию. Сейчас я ее, например, в эту ссылку с храню. Сейчас я ее. Андрей, там эти баги как-то отражаются в логах, почему они лезут с этим джаваскриптом? Надо посмотреть. То есть непонятно из-за чего это возникает, то есть произвести бы эту проблему. Ну я видел и issues в гитхабе GPterLab, там вот связывали с кодировкой в самом ноутбуке. То есть это, что джейсон файл, по сути, вот. Но там была проблема и с выискодом, выискодим можно открывать эти ноутбуки и запускай. Ну там было пару решений, можно было посмотреть. Ну сейчас слуги, посмотрю. Еще пару слов напоследок, так остатки, чтобы я посмотрел, что. По поводу того, как использовать кластеры без GPU. Здесь какая логика? Вот такая, что вот библиотека, которая аналог фанксов B, она используется для того, чтобы производить все вычисления на одной GPU. чтобы использовать кластеры каких-то там, GPU-шек, либо CPU-шек. Ну вот, допустим, в CPU есть такая библиотека, Dask называется. Она используется для того, чтобы вот эти распределения, параллельные вычисления организовать и сделать. И на основе этой библиотеки написано Dask.udf. И вот как раз таки вот эта библиотека используется для того, чтобы работать на кластеры, чтобы уже вычисления производились на несколько GPU-шек. Ну вот здесь есть установка, типа данных, они переводят, методы используют. Ну вот так вот, чтобы мне удалось рассмотреть, как я успел. В общем, что нам нужно? Нам нужно создать, значит, клиент, локальный кластер. Вот здесь сделаем. Появляется такая табличка. На коллабе у нас модель GPU предоставляется. То есть вот здесь показано, сколько доступно GPU-шек. У нас было это 2, если мы на МСР выпускали. И дальше, чтобы использовать, получается, данную библиотеку, нам вначале нужно данные получить через QDF. Такой тип данных нужен. Потом этот тип данных мы переводим уже Dash в QDF. Он здесь отличается как DTF. И это вот как раз библиотека импортируется, которая используется для вычисления на немскими GPU. Непосредственно используем библиотеку. И вот из QDF, которую мы здесь организовали, получаем наш датасет. И вот здесь, наверное, тоже какая-то логика есть. То, что как-то он разбивает на части, которые уже отдавать не на какие-то процессы экономические. А на сколько нам GPU нужно это все дело рассредоточить. Мы здесь вот пишем операцию, какую нам необходимо сделать. У нас здесь есть по умолчанию мы сделали два массива, два столбца, A и B, с каким-то диапазоном RANGE. Указали там количество строк. У нас есть два столбца. И мы хотим сделать третий столбец. И туда просто в первом столбце прибавить значение 5. И когда вот мы вызываем, у нас оно отображается в таком виде. И, как я там прочитал кратко, что это какая-то библиотека, так называемая лентяй. А то, что, чтобы произвести какие-то определенные вычисления, нужно ее обязательно вызвать. И вызывается она методом как вычисления. И когда мы его делаем, то тогда происходят эти вычисления. Вот мы можем посмотреть, что произошло. Третий столбец у нас. Первому прибавилось значение 5. И так далее. Конечно, интересный момент в том заключается, что до того, как я вызвал этот метод как вычисления, я вот пробовал вызвать метод 5. И он отображает данные как есть. То есть они уже как вычислены. И вот это вот немножко этот момент. Стопарил, вот надо его разобрать. Понятно, интересно, почему это происходит. Там есть какие-то еще методы Versys, как я понял. Это если в том случае, если у нас все вычисления происходят одинаково. Вот там, как пример был, заключался в том, что они сделали функцию. И в данной функции вызвали метод TimeSleep, такой TimeSleep, который отвечает за то, чтобы какое-то время прерывать выполнение кода. И там стояло то, что рандомно выбирать из одной, из диапазона 1-60 секунд. То есть он берет вот этот диапазон какое-то время, тормозит выполнение кода. И получается у нас одна и та же функция. Она выполняется каждый раз в разное количество времени. То есть мы ее так построили изначально. Вот. Если у нас такая ситуация возникает, то до этого используется метод не Versys, а какой-то другой, как я вот здесь не посмотрел. До этого тот метод используется. А если у нас все данные функции вычисляются одинаково, круговорят, то тогда вот используется вот этот. Тоже еще назнакомиться, читать. Ну вот, то, что мне удалось, успел надынуть. Я подумал то, что возможно вот этот кластер и не нужен, потому что, ну, вот столько данных иметь, ну, там в основном хватает одной GPU-шки, но если там 100 гигабайт данных, то это действительно нужно этот вопрос сучить. Да, потенциально это может быть нужно. Вот. Ну и 12, то есть сейчас сколько GPU-шки в среднем? 12-15 гигабайт, то есть редко у кого там 32 гигабайтные Теслы есть. Вот. И вот современные там NVIDIA выпускает сервера, там все как бы базируется на нескольких картах, поэтому тема потенциально более интересная. Ну и нейронки на самом деле обычно часами стоят на нескольких карточках, делают, потому что одни часто маловато. Ну, да, этот, просто у меня опыта, ну, у меня как бы не было ресурсов таких, чтобы было несколько карточек, еще что-то есть, непосредственно из-за этого не было опыта использования сразу нескольких карт. Интересно, как это все происходит, вот, там планируется 4-х годов, у нас вебинар, Дмитрий Гайфулин здесь есть. В принципе, вот, коллега Дмитрий Игнатов запрос некоторые сделаны, не знаю, успеешь, нет, на несколько видео-карт. Мы хотели, в первую очередь, некие основы рассмотреть, вообще по этому чаю, и сравнить с основой PinserFone, скорее, то есть такой стартовый. Просто на несколько видео-карт это уже такое развитие некоторое. Поэтому, может быть, не на первом семинаре по Питерчу. Ну, это такая интересная тема на будущее. Да, да. Хорошо, а так все понятно, коллеги, вопросы какие-то. Давайте. Вот этот недвук тогда также присылай на несколько видео-карт. Ну, он тут не готов, я ничего его... Так, это такая сырая-сырая версия, это просто я бы там пробовал. Ну, в любом случае распоказывали. Да, но единственный момент, то что вот этот, ну, как бы я изначально делал на коллапе, есть на коллапе, который можно использовать, есть уже это оптированный, естественно, на нашей системе Минсет. Да, да. Ну, Минсетовский тогда. Если там то же самое. Нет, там, в общем, окружение ставится абсолютно по-разному. Если, допустим, на коллапе я нашел скрипт, который где-то в статье, что здесь мы работаем, планируем какой-то репозиторий, там принимаем скрипт, где-то настраивать все это, настраивается дело, там, тоже порядка 8 минут. Настройка окружения много времени занимает. План, который я написал, потому что раньше вот без этого все дело работало, а потом я не допустил, недавно у меня не работали, на совершении этого года. То есть устанавливаем приложение, потом протисываем пункти, где поэтому искать нашу новую библиотеку и непосредственно дальше мы видим то же самое. Вайфайл, коллап. Ну, все остальное так, то же самое. Я понял. Вот эта часть с несколькими видеокартами, если его в ноутбуке для МСЭТа нет, тоже присылай тогда этот ноутбук. Будет, я думаю, полезно. Вот эти настройки, в принципе, для коллапа и для МСЭТа тоже полезно это фиксировать, потому что часто такие вопросы всплывают. Ну, вот еще интересно, как раз-таки на коллапе нет возможности протестировать сразу на кластере вычисления, потому что одна видеокарта на видеокарте. А вот здесь нужно посмотреть, как это окружение, которое мы установили, как оно будет работать, будет ли работать, либо может быть проблемы, выручить, что-то делать, что-то устанавливать. Хорошо, хорошо. Так, тогда вопросы, коллеги, какие есть, давайте задавайте. У меня в целом пока нет вопросов. И далее, после вопросов, Валерий, там же свою часть, расскажет. Вопрос у меня есть. То есть я правильно понял, что если мы хотим построить модель там того же бустинга, то там стандартные G-Bus и G-PM у нас здесь не взлетят. Так, вот G-Bus и G-PM они взлетят, но нужно адаптированной именно к библиотеке, и как это сделать, можно посмотреть. Девушка делала... Да, я понял, спасибо. Вот здесь можно посмотреть. И там в конце... Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 может быть так, либо у меня есть еще гипотеза, что Rapids используется внутри XGBoS и LADGBoS, но не уверен гипотеза такая есть, что когда мы задаем GPO на хист, то там внутри уже конструкция построена так, что используется Rapids но надо проверять ну вот эти примеры мы уже смотрели, все они стандартные, так же они в банке приводим сюда, мы смотрим с параметром и стандартным, и вот сейчас я открыл библиотеку, будем вам смотреть, какие модели есть наверное есть какие-то все такие я вот сейчас открыл GPO, здесь он пишет, что D-Matrix на вход может этот P2F принимать а, может быть, да то есть сам GPO умеет скушать этот формат QTF да, видимо так и все есть мы можем закинуть там, указать, что вычисляем на бибрушке а QTF мы делаем для чего? для того, чтобы, может быть, как-то более оптимальное вычисление производить то есть, у нас там дата-прэйм, ну, сам массив распределен уже, как считать, на потоке данных а в фантесе, может быть, этого нет да, и вон дальше тоже там по всем переменам GPO спишет ему либо там нампаевский массив, либо вот этот QTF может быть, с QTF он быстрее отработает даже может быть, с QTF он быстрее отработает даже вот тоже на GPU если возьмем GPU, возьмем Pandas и возьмем QTF возможно на QTF он быстрее отработает потому что массив сам оптимизирован вот в числении если нам тут напомнить да, а вот так вот с стандартной библиотеки QML, которая есть в QTF нету и каких-то интеграций нету если, как раньше смотрели по оптимизации Аптуна, которая была там были какие-то интеграции в библиотеке Аптуна можно было вызвать эту Лайджи БМ или Бэйджи Пусто такого нет интеграция была но, сто процентов уверен, это будет эта библиотека очень-очень быстро развивается я ее первый раз вообще услышал, познакомился в прошлом году уже получается там в прошлом году в декабре и вот год прошел на тот момент, когда я с ней познакомился здесь этого нету, всего вообще не было был сайт а мало чего было и вот за год просто такой прям бум взрыв там, они много чего сделали направление это действительно очень актуально и даже взять вот свой опыт когда год назад в одном соревновании участвовал там нужно было 5 гигабайт загружается в оперативную память там становится 13, все время все которые фич инженеры делаешь там какие-то агрегации сборки и все остальное все эти операции выполняются они вырезают память все время упадает и там то, как вообще я смотрелся с этими данными работами и если вот-вот прошел я вот открыл там соревнование из которого взял там я уже смотрю все ребята используют появляется используют используют загрузки обработки данных это вот ссылка есть там которые я несколько раз говорил что это наработать с данными выдачи спан если бы еще посторонние решения они связаны но очень хорошо вот уже вот это направление очень быстро развивается ну и то есть данных у нас все время больше 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 и все это наше будущее хорошо да спасибо так еще вопросы коллеги так вопрос чем может принципиально отличаться если в продакшен мы будем затаскивать эту штуку какие могут быть мысли вообще то есть постоянное использование видеопамяти видеокарты потребуется тренировать трансляция возможно да в обычной эскалии то есть если мы на раппинзе мы тренировали получили через веса понятно но можно ли условно какое-то как каким-то условно не знаю функции какой-то перевести ее в эскалии обычный ну вот интересный вопрос да потому что мы вызываем эту модель из мл мы ее тренируем на данных а можно ли эту модель закинуть в андус и чтобы она посчитала она получается иначе будет иначе с его окопом ну возможно здесь есть вероятность того что алгоритмы несколько иначе реализованы да скорее всего да по скалерне много всяких модулей которые там и си что то что то есть там поэтому там все эти которые позволяют модельку оптимизировать вероятно могут не совпадать ну да 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 и так же для как все настроить распределение потоков на это все процессы тоже да может быть чтобы реализовать этот самый алгоритм так сейчас я вот хочу попробовать просто разинтересно взять через квантерс и модель которая будет работала вернула то есть почему отработала интересно как да ну так я в принципе могу помнить мониторить параллельно как загруженный процессор если будет какой-то всплеск но это не так очевидно на самом деле со стороны ну попробую сейчас вот запустить ну не так много ресурсов есть поэтому он где-то там не болтается по процессорам внизу особенно заметно так ну ладно это будет требовать основания интерес а так 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 давайте посмотрим Спасибо. Я вижу загрузку на CPU, но я вижу загрузку на CPU пока на одном ядре, на одно ядро он пока встал. Я вижу загрузку на CPU. 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 Я вижу загрузку на CPU.